Там, где сосны Все впереди у нас с тобой Вы смотрите документальный фильм О жизни студенческих строительных и путинных отрядов На Сахалине и Курилах в 1969 и 1970 годах Изображение не всегда резкое Камера мечется, кадры пляшут Цвета постарели, синяя стала фиолетовым Но несмотря на все это, фильм волнует Потому что с экрана на нас смотрит наша юность Это было весной 1969 года Мои знакомые по студенческому движению по отрядам Приносили меня в ЦК Комсомола Там был создан специальный центральный штаб студенческих отрядов Командовал штабом в разные времена И письменный, и Абельситов, и Перевознов В это время командовал некто Сердюк Очень симпатичный человек И там была масса знакомых людей И вот он предложил мне, зная, так сказать, моё хорошее надежное окружение на факультете Возглавить штаб студенческих отрядов в Сахалинской области Туда собирались приехать студенты из девяти городов Всё было неорганизовано Нужно было централизовать через обком комсомола Сахалина Сахалинской области Я сказал, что мне нужен человек от 34 в штаб Меня поддержал Евгений Александрович Ржевский Мой давний по студенческим отрядам По Смоленску, по Целине Надежный комиссар И мы решили вдвоём за эти дела взяться Приехали мы на Сахалин И были там примерно два месяца Отрядов было около 20 Скажи, правда, что у тебя главная задача была собрать финансирование 1%? Это была побочная Это не главная задача Главная была задача восстановить связь с девятью городами Сибирь, Алтай, Москва и так далее Форма очень простая Мы должны были Для тех, кто приедет Мы должны установить определённые правила Вот тронулся поезд в далёкую сторонку Кондоктор, нажми на тормоза Я к маменьке родной С последним поклоном Хочу показаться на глаза Я к маменьке родной С последним поклоном Хочу показаться на глаза Летит паровоз по долинам и горам Летит он неведомо куда В 1969 году Сергею предложил мне стать его замом в создаваемом впервые Сахалинском областном штабе студенческих отрядов Зарплата предлагалась небольшая по ставкам младших комсомольских работников Мне в те времена в жизни хотелось большего Чем быть просто функционером линейного строительного отряда Безотказным каменщиком Выкладывающим карнизы Или заводилой бригадиром Кроме того Получала продолжение давняя история моей семьи Моя мать и отец ещё до войны в 40-41 годах Трудились в городе Николаевске на море недалеко от Сахалина По оргнабору на рыбной пути Там я имел глупость родиться Так что я согласился с предложением Сергеева Не раздумывая На Сахалин мы летели 12 часов С пересадкой в Хабаровске Запомнилась ночная горячая духота В аэропорту Во время пересадки на местный рейс В Южно-Сахалинск В Южно-Сахалинске было прохладно В голову пьянил какой-то непривычный воздух Потом я понял Что это воздух от дурманящего смога Висящего над городом Из-за низких труб котельных На мазуте Нас встретил инструктор обкома комсомола Проводил в гостиницу По броне обкома нам предоставили Шикарный двухместный вип-номер С коврами и телевизором Мы были счастливы И осознали свою значимость В обкоме комсомола нам выдали Солидное удостоверение с гербами Началась привычная для нас штабная работа География размещения студенческих отрядов На Сахалине была обширной И простиралась на тысячу километров С севера на юг Аха, Ноглики, Тымовск, Баюклы Ильинская, Томари, Долинск, Холмск Анива, Корсаков, Карабодаводск И многие другие места Мы непрерывно разъезжали То вместе с Сергеевым То порознь То на поезде, то на газике То самолетом, то морским катером Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok